Я постараюсь рассказать как раз о новых комбинациях, то, что еще в нашей, пока нет клинических рекомендациях, но, возможно, в них постепенно появится, то есть что нового нам принес конец прошлого, начало этого года. Я остановлюсь на наиболее значимое, что было представлено на АСКОМ GI 2022. В ГЦР это исследование третьей фазы генолая и три исследования первой и второй фазы, посвященные комбинациям. И в ГЦР это фаз 1, это исследование третьей фазы генолая. Я напомню, что в наших клинических рекомендациях в первой линии у нас есть опция, это артеза глюзумаба, гевоцезумаба, это оптимальная опция, и альтернатива это сарафиниф, гемогениф или те пациенты, которым не то, не другое, не петя, это геволумаб. И вот в эту гегемонию глюзумаба, гевоцезумаба пытаются ворваться в другие комбинации, в том числе и предложенная комбинация глюзумаб-доголумаб, то есть анти-PD-1 препарат и анти-сетель-А4 препарат. В этом исследовании, исследована третья фаза, многоцентровая, международная, было 4 рукава. И один из рукавов, где глюзумаб использовался в дозе 75 мг, один раз в 4 недели, 4 дозы, из последующих глюзумаба, этот рукав, он прекратился досрочно, его не стали дальше набирать, не стали анализировать. Всего того, что было закончено, исследована второй фазой, показавшую нефигацию этого режима, и решили его просто уже на блоке пройти. Поэтому я могу сказать, что в этом исследовании три рукава, которые, в дальнейшем, в итоге анализируются, демонстрируются. Это сарафиниб для сравнения, это монотерапия глюзумаба, анти-сетель-А4 препаратом, и комбинация – это 3 мг, 300 мг однократный глюзумаб, в дальнейшем и последующем до прогрессирования или до непереносимости. Оценивалась общая выживаемость, сравнивалась комбинация глюзумаба против сарафиниба, отдельно глюзумаба против сарафиниба, что он нефигит. Характеристики пациентов были сопоставимы, само собой, по полу-возрасту, по стране, по географии. Точно так же они были вирусные и невирусные. Видим, что невирусных уже 40%, обращаем это внимание, потому что в предыдущих исследованиях, по первой линии геробциллярной карциномы, все-таки процент невирусных был меньше. То есть мы понимаем, что постепенно невирусных этиалуин становится все больше. Таков был взят, как и в других исследованиях, первой линии, это 0,1, BCLC, BNC, то есть неоперабельный геробциллярный, по ценам распространенный. Ну и CLQ, большинство пациентов, это, конечно, 90% А, альбин, в основном, это 1,2. Ну и, соответственно, быстротеченочный, макроссудистый инвайзер, то есть характеристики BCLC, C, то есть они у большинства пациентов. И дополнительная численность в пределе Экспрессе. Уровень АФП больше 400 был более чем 35%. Мы знаем, что это крайне благоприятная прогнозистическая группа пациентов. Последующие линии. Почему я уже на этом ставлю акцент? Потому что после других исследований, где есть 40 дней, то есть в последующем, в среднем 30-35% получали вторую линию. И здесь же мы видим, что после данной комбинации 40% ушли на то или иное лечение в последующем. Первичная, конечно, точка, общая выживаемость, да, была достигнута. То есть комбинация, тренировавая с другого маком, была эффективнее, чем серафиниф. Медея на общей выживаемости 16,4% и 12,8%. Казалось бы, все хорошо, статистически достоверно. На каждом проекте 0,78%. Но мы, конечно, ждали чего-то большего. Потому что после того, как АТЗ-Объев нам показал 19 месяцев общей выживаемости, нам, конечно, хочется в каждом новом исследовании получать цифры не меньше, чем 19, если нам хочется перешагнуть до 2 года. Против серафинифа, общая выживаемость, это выживаемость дурвалума против серафинифа, это не комбинация дурвалума, в числе нет, против серафинифа. И здесь было доказано, что этот режим не хуже. На отрезках 18 месяцев, 24, 36 месяцев мы видим, что тренировавые идут практически в брови. То есть мы видим, что один препарат не хуже, чем другой. По общей выживаемости, если посмотреть по этиологии, по полу, по возрасту, разницы нет в плане того, что преимущество получает комбинацию от тренировавых другого мага. Но обращая на себя внимание, что вирусная этиология, гепатит СН, мы видим, что здесь не так все гладко, и видим, что из-за каждого прежа уже пересекает единицу. И вот это тоже очень страшно, потому что все-таки в исследовании, где используются дегидоры контрольных точек, иммунотерапия, там как раз вирусная этиология обычно очень хорошо реагирует, и отличие более выраженные, в общем, выживаемость в режиме, такая вот ситуация в исследовании. Но это коснулось только гипотит оценок. Что касается всего остального, то здесь разницы нет. Независимо структурирование ФП, ПДН-статус, с предпеченочным поражением маркосудистой инвазии, здесь все клиническое были на стороне комбинированной каракеи. Выживаемость без прогрессирования, региана практически регулировалась. То есть 3,78 на комбинации, 3,65 месяца на модном режиме, 4 месяца на 40-м, то есть разницы практически никакой нет. Объективные ответы. Объективные ответы, конечно, на комбинации чаще, это 20%, были полные ответы в районе 3%. На сарафинибе, как и на регистрационных целях, этих ответов полных не было. То есть если и были, то это частичные ответы в районе 5%. Сарафинибе, как и на регистрационных целях, чаще. Нежелательные явления в группе, привлевал в другую новую. Здесь добавились, конечно, это иммуно-опоследованные нежелательные явления. Но в целом, что привело к полному отказу от комбинации, это 8% пациентов, а отказ от сарафинибе за нежелательные явления 11%. То есть измеряется, что у меня возглава препарата, комбинированное лечение, при этом отказа было меньше. Ну и таким образом, это крупное международное исследование. Это еще одна опция. Да, по общей нежелательности это лучше, чем сарафинид, но, к сожалению, пока вот если опосредованно сравнивать, конечно, с исследованием проектов 50, лучше, чем 19 месяцев, к сожалению, это исследование показало. Следующее исследование, это первая-вторая фаза, немного меньше. Это полностью многоцентровое, но в одной стране, в Соединенных Штатах, которое было исследование было представлено, и комбинациям Дурвалумаба с Бево-Цизумабом. Представим данные 12-месячной общей выживаемости, 71%, 600 объективных ответов в районе 21%. Это, кстати говоря, очень там исходно с отрезом дел. Еще одно исследование, пивозанин в другом умовом, опять же, это перезинфиназный ингибитор, плюс антикедиагин. То есть эти комбинации, у них есть очень хорошее основание, потому что они усиливают ухер друг друга. Мы знаем, что гепатисулярная картосиномика экспрессии к гелеминобинцепторов мало, вирус мутационная, грузко-минская, инфильтрация лимфоцитов не есть, но не теми, которые нужны для иммунной терапии. А вот как раз антивек терапия, она приводит к тому, что инфильтрация к гелеминобинцепторов не сопонимается, поэтому есть очень хорошее техническое обоснование вот этих комбинаций. Поэтому число комбинаций растет, именно, к гелеминобинцепеназный, гелеминобинцепеназный, против плюс антигел-1 препаратов. Есть что интересно, здесь было две когорты, одна для первой линии, пациенты попали в это. О них как раз и было представлено, что у них чистота ответов была в районе небольшая, правда, у пациентов 18. Но интересная когорта В, и вот, к сожалению, по ней результатов пока нет, набор продолжается. Это те пациенты, которые спрогрессировали на отезовый тимарь и девоцитмарь. Поэтому последим за этой комбинацией именно в разрезе того, что получилось с пациентами после гелеминобинцепеназный, который потом переглинил на кирозанит, гелеминобинцепеназный. Но это вопрос будущий. Но то, что медианующая выживаемость в первой линии, если говорить на 14-4, это опять же не преодолевает те показатели, которые нам показал отеза нет. Еще одна комбинация с ситроватениб плюс кислый изумак, это опять же гелеминобинцепеназный ингибитор, еще более гулкий гелеминобинцепеназный ингибитор и антипигене, один в антональное антителе. Там 5 когорт, представлены были Когорта, Б, Когорта, С, одни, не получавшие иммунотерапию, другие, получавшие иммунотерапию. И здесь, опять же, интересна та когорта, которая после иммунных препаратов применялась. И здесь есть ответы объективные в районе 10%. Ну и пока еще не достигнули медианой общей выживальности, и опять же будем следить за этот ход. Потому что при внедрении оттеза первой линии как стандарта, но всегда возникает вопрос, что же делать дальше. Плангицеллярный рак. Плангицеллярному раку АСКО в 22-м году АСКО-ДЖАЙ был представлен на схеме ТОПАС-1. Дизайн исследований ген-цинс наши, всем хорошо известна схема, плюс минус дурвалумаб, то есть либо дурвалумаб, либо плацебо. То есть это многоцентровое, международное исследование, плацебо-контролируемое. На ген-цинс 8 циклов был. Проложение дурвалумаба было до прогрессирования или непереносимости. Личная конечная точка общая выживаемость. География, в том числе, Россия участвовала в данном исследовании. Сколько я знаю, МИЦ-Плотнинар участвовал, и Петровы участвовали в этом исследовании. Группы были хорошо сбалансированы по возрасту за 64 года, по полу, примерно пополам мужчины и женщины, по расе. Какой статус? Половина 0, травина 1. Пациенты брали либо сантиметченочные калагиокарциномы, либо сантиметченочные, либо это был рак желчного пузыря. То есть тоже пропорции все соблюдены. А ПДЛ-экспресс я скажу позднее, потому что здесь был свой опять новый предложенный индекс выражен с ПДЛ-экспресс то есть сертификация по этому факту регуляции уменьшают под анализом. Так вот, по общей выживаемости исследование достигло своей первичной конечной точки. Общая выживаемость превосходит при добавлении гургалумаба и медиана 12,8 против 11,5 месяцев. И, соответственно, мы видим, что постепенно с учетом иммунотерапии есть пост у этой кривой. Еще раз повторимся, что это больные неоперабельные таланты с семидарным раком. То есть прогностически, конечно, неблагоприятная группа. Вот мы видим, что преодолена медиана общеживаемости в один год и на 24 месяца отметка 25 практически процентов. То есть каждый четвертый прожил более двух лет при кондинированном режиме, когда добавлялась иммунотерапия. Опять же, у всех подгруппах здесь было преимущество от добавления к иммунотерапии. Опять же, в меньшей степени у пациентов раком желчных пузыря. А вот какую предложили альтернативу определению в деле 1-экспресса, то есть она определилась либо в боку либо иммунных клетках, то есть либо и там, и там появилась новая терминология, там на тумоэреа позитивить и став скорб. Но в любом случае клинического применения в будущем это не сыграет, потому что по большому счету во всех как бы ни было выражено на иммунных клетках, на опухоли, в любом случае выигрывали все пациенты в добавлении иммунотерапии. Выживаемость без прогрессирования также была следовательно мистоверна, но вторичная конечная точка была достигнута. Объективный ответ от 26,7% пациентов против тех, которые были на химиотерапии получили свои 17,7% объективных ответов. Ну и видимость ли это конечно сохранялась дольше при добавлении иммунотерапии. Нежелательные явления, опять же к добавлению иммунотерапии добавились именно опосредованные. Но если посмотреть что привело к отмене препарата, то есть 13% и 15% мы видим там, где была чисто химиотерапия и плацебо. То есть сна, конечно, причина отменя терапии была связана с проведением непосредственно нежелательного времени химиотерапии. Третья и четвертая степени опять же это основные побольше эффекты конечно же химиотерапии. Третья и негритминя, ромбоциды химиотерапии. То есть это все с этим больше связано. Какие выводы из этого исследования? То есть это первое исследование оценивающие иммунотерапии и комбинации химиотерапии при опухолях пилярного тракта. Статистически глинически значимым оказалось конечно не настолько впечатляющим. Если критично посмотреть, не видно всего лишь месяц от этих прибавок. Было повторичным точкам также преимущества. Профиль безопасности был сопоставим с профилем по отдельности этих препаратов. Будем ждать новых комбинаций, которые покажут лучшие результаты препаратов в рамбаке, которые к сожалению при невозможности человеческого лечения остаются прогностически плохим заболеванием с небольшим количеством опций для лечения. Коллеги, спасибо.